Микрорайон Южный в Новоспасском районе развивается в ногу со временем. Сейчас здесь строят многоквартирные дома. Два из них уже сданы в эксплуатацию. Еще два закончат к сентябрю текущего года. Всего будет 12 многоэтажек. Счастливыми обладателями квартир станут больше тысячи человек. Двор, как сейчас везде практикуется, и так скажем в моде, без машин. То есть вся парковая зона будет вокруг домов. Здесь предусмотрено автополив, мафы, озеленение, резиновые крошки, резиновые площадки, плитка. Все это будет. Будет у района и свой большой стадион. Здесь уже уложили брусчатку, тротуарную плитку, установили трибуны и скамейки запасных. Кроме того, обустроили крытые залы для тренировок. В будущем сюда смогут приезжать спортсмены на сборы. На поле главу региона встретили юные футболисты. Им на память Алексей Русских оставил свой автограф. Центральный спортивный объект полностью закончен к 2023 году. Тогда же спортсмены получат современную площадку для занятий. А вот последователи великих ученых смогут приступить к исследованиям на год раньше. Для них сейчас ремонтируют технологический техникум. Здесь представят самые востребованные направления – экономика, сельское хозяйство, автомобильное обеспечение. Мы выиграли федеральный проект в размере профиналитет, в размере 100 миллионов рублей. Это федеральный бюджет, региональный бюджет – 25, и внебюджетный источник – 30 миллионов рублей. На эти деньги мы закупим технологичное оборудование, современное, и сделаем капитальный ремонт, и еще приведем в порядок нашу территорию. После официальных презентаций Алексей Русский встретился с местными жителями. От них он регулярно узнает о самых острых проблемах и вопросах, которые подчас не замечают чиновники. Начать я хочу наш с вами разговор. С приятного. У нас проходит акция «Помоги собрать школу». Сегодня здесь присутствует молодое, подостаточное поколение, которое совсем скоро пойдет в первый класс. Акция «Благотворительная» направлена на детей инвалидов, малышей из неполных или многодетных семей. В этом году ей воспользуются больше 20 тысяч школьников. Но их родители волнуют и другие вопросы, к примеру, газификация учебных заведений. Отопительная система на 90% пришла просто в негодность. И у нас огромная просьба включить нашу школу в государственную программу Ульяновской области развития и модернизации образования. Просьба услышанной будет направлена в профильное министерство. Такой прямой диалог с жителями позволяет видеть полную картину развития региона. Александра Никитина, Управда ТВ.